Ура! 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 Наша армия показала годами свою способность побеждать и защищать границы Советского Союза и нести добро всем народам мира. И это правда. Пол Европы должны кланяться нашей Советской Армии из-за того, что после Второй Мировой они обрели государственность. До этого и не было у них. К сожалению, действительно в 1991-м к власти пришли в Советском Союзе, а потом и в России предатели, воры и жулики. К сожалению, и Горбачев, и пьяница Ельцин, и Шаварнадзе Яковлевы изнутри и внешние враги развалились в великую державу и начали надсмехаться над Советской Армией и уничтожать ее. Мы с вами не допустили этого. К сожалению, вранье и ложь продолжает властвовать сегодня и в России. Воры и жулики, которые пришли везде, на местах во власти, обманывали и обманывают народ. Сегодня президент Путин со своей командой внесли изменения в Конституцию. Мы с вами ответственны за наших детей, внуков и правнуков. Мы с вами ответственны за, какая будет наша страна. В поправках Путина, кроме как продления его царской власти, мы не увидели ничего. Компартия Российской Федерации с патриотами, с нашими союзниками в Государственной Думе внесли поправки, которые позволят стать стране народу с колен. Гарантировать рабочие места, гарантировать, что природные ресурсы будут работать на все, на весь народ, а не только на кучку олигархов, которые сели вокруг кремлевского кресла. Эти поправки очень широко воспринимаются гражданами Российской Федерации. Практически 100%, кроме олигархов, воспринимают поправки фракции Компартии Российской Федерации. Мы ведем сегодня пропаганду за то, чтобы именно наши поправки были внесены в Конституцию. Это буквально революция, самая настоящая. Давайте поддержим эти поправки и скажем поправки в Конституцию КПРФ «Да». Давайте вместе скажем поправки в Конституцию КПРФ «Да». Поправки в Конституцию КПРФ «Да». Но еще одну аферу, считаю, хотят провести и с голосованием, так называемым всенародным голосованием за Конституцию. В Конституцию четко прописано, что изменения должны вноситься к Конституционным Совраниям и проводить эти изменения на всенародном голосовании, который проводится по закону о референдуме. То есть референдум и только референдум. Сегодня готовится указ президента, по которому эти всенародные голосования будут проходить без наблюдателей от партии и движений. Будут проходить по так называемому электронному голосованию. Мы знаем, как в Москве в трех округах это электронное голосование фальсифицировали результаты волеизъявления населения. Будут проводиться без агитации на телевидении. Наблюдатели будут только от общественных, так сказать, палат и так далее. То есть готовится страшная фальсификация результатов голосования по поправкам Конституции. Я не удивлюсь, что будет объявлено после того, как это произойдет всенародное голосование, что пришли на участки 120% избирателей и за поправки проголосовало 130% избирателей. Это фальшь. Самая настоящая фальшь. Давайте не допустим этого.